Здравствуйте! Вы смотрите интервью по существу. Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях программный директор Чебоксарского кинофестиваля Сергей Лаврентьев. Сергей Александрович, здравствуйте! Сергей Александрович, восьмой раз уже в Чебоксар открывается Международный кинофестиваль. Чем в этом году будет отличаться фестиваль? Какие-то, может быть, новшества, новинки? Да, он будет отличаться тем, что, разумеется, не будет пышности, которая была в прошлом году, по понятным всем финансовым причинам. Но, вот, называется, не было бы счастья, да несчастье бы могло. Этот фестиваль этого года, он будет скромнее, и, ну, может быть, он будет даже весомее внутренне, потому что получается, что фестиваль этого года будет показывать наглядно, я надеюсь, зрителям, как наш фестиваль способствует развитию отечественного кинопроцесса. Что я имею в виду? Значит, в жюри будут два, в основном жюри будут два человека, которые в свое время побеждали на фестивалях в Чебоксарах. Это Юсуп Розыков, председатель жюри, замечательный узбекский и российский сценарист и режиссер, который, по-моему, дважды награждался из-за гастарбайтера, из-за в прошлом году застыд. И Георгий Параджанов, который когда-то был просто главным лауреатом фильма, в фестивале за картину все ушли. Вот теперь они будут, значит, членами жюри. Ирина Ивановна Рубанова, классик нашего киноведения, которая будет второй раз уже, значит, входить в судейскую коллегию. Когда она была первый раз в жюри, то председателем жюри была Светлана Проскурина. А теперь Светлана Проскурина будет конкурсанткой, будет представлять свою новую картину. И Ирина Ивановна будет ее, вот, как бы судить. Значит, откроется фестиваль картины Владимира Вобликова «Старики», которая была сделана только и исключительно благодаря Чебоксарскому кинофестивалю. Если бы не этот фестиваль, то режиссер бы не встретился с актером, актер бы не рассказал ему про свой спектакль, который он играет. Режиссер бы не посмотрел спектакль, и потом бы не загорелся желанием снять это в кино, не договорился бы с драматургом, не снял бы фильм. В общем, ничего бы не было, если бы не Чебоксарский кинофестиваль. Вот так вот Чебоксарский кинофестиваль вносит свой вклад в развитие российского кино. Сергей Александрович, на Чебоксарском кинофестивале каждый год зрители могли увидеть картины, которые, может быть, в большом прокате и не были, но в то же время завоевывали призы других международных кинофестивалей. Вот что в этом году зрители увидели? Да, таких картин будет несколько, как обычно. Это будет картина «Испытание» Александра Кота, которая получала призы в Токио, в Абу-Даби, еще, по-моему, в 20 местах за рубежами нашей родины. Главный приз кинотавра прошлого, год назад она получила. Это замечательная картина, такая ретро-история, без единого слова, надо сказать. Значит, картина дебютантки Нигины Сефулаевой, Анна Таджичканова, это российская картина «Как меня зовут», о приключениях двух москвичек, которые отправляются в Крым, в старый еще Крым, искать отца одной из них. Она тоже была показана на нескольких международных фестивалях, и здесь тоже в кинотавре получила, кажется, дебют, не помню точно, год назад. И вот будет здесь показана картина «Белый ягель», замечательная такая картина про народы Севера. А Володя Тумаева, которая получила приз «Фепрессии» на московском фестивале, вот она будет тоже здесь показана, хотя бы вот эти три, достаточно того, что эта тенденция сохранится. Может быть, к сожалению, потому что проката действительно нет у этих картин, они либо не идут вообще, либо идут в Москве там два, три, четыре раза, в двух, трех, четырех площадках, а за пределами Москвы вообще никогда не показывается. Причем их нет на дисках, их, если показывают по телевизору только в два часа ночи, то есть единственная возможность их увидеть – это фестиваль. Такой сам из дат. Да, получается, да. Сергей Александрович, а какие конкурсы будут в этом году? Ну, как и в прошлом, будет, значит, основной конкурс, в котором будут участвовать вот перечисленные высшие фильмы и ряд других. И вот то, что мы начали в прошлом году, то есть конкурс фильмов «Малых народов», это все будет продолжено. И там будут картины, которые сделаны и в Чувашии, и в Башкирии, и в Татарстане, и в Бурятии, и в Якутии. В общем, это, надо сказать, что этот кинематограф сейчас очень и очень так поднимается, и вполне возможно, что он вскоре будет, если когда и будут говорить о российском кино, где-то за рубежом, то они, прежде всего, будут иметь в виду эти картины, фильмы. То есть у нас будет специальный приз, как всегда? Нет, нет, будет целый ряд призов у «Малых народов». Это будет второй конкурс, такой же по значению, как и основной. Просто так мы для простоты называем его первый конкурс основным, потому что он всегда был. А это вот второй год будет происходить, это конкурс фильмов, которые сделаны на национальных киностудиях. Кинофестиваль пройдет с 18 по 23 мая, но, наверное, подготовка к нему идет сразу по окончании предыдущего. Ну, можно сказать, не совсем сразу, но как бы поначалу он идет только в моей голове, потому что я смотрю картины, прикидываю, значит, что надо будет брать на следующий фестиваль. Ну, где-то уже с января начинается, я начинаю звонить продюсерам, значит, разговаривать с ними, просить картины. Это, надо сказать, не всегда очень легкий процесс, должен вам заметить. Вот, но тем не менее. Ну, обычно в Чебоксаро на кинофестиваль приезжают звезды российского кино. Стоит ли нам ждать в этом году? Я пока, значит, окончательно не могу им дать ответ, но, скорее всего, не стоит в этом году, и опять-таки по понятным причинам. Звезды всегда, за редчайшим исключением, если это не такие святые люди, как Глеб Анфилов и Инна Чурикова, которые приезжают просто вот потому, что вот им захотелось и приехать сюда, и возглавить жюри, и быть в жюри, и отметить эти 80-летия здесь, в общем, все. Ну, это абсолютное исключение из правила. Просто счастье, что это удалось в прошлом году осуществить. Значит, но, как правило, звезды приезжают за деньги. Причем не за 10 тысяч рублей, прямо скажем, а в несколько раз больше, значит, сумма их интересует. Поэтому в современных ситуациях это сложно. Сергей Александрович, в каких кинотеатрах, приблизительно когда, какие картины пройдут, какой конкурс? Значит, ну, насколько я, значит, знаю, это будет в «Синеме-5» основной конкурс. Он будет повторяться в Волжском, что-то будет в «Каскаде». Какие-то неконкурсные, параллельные программы будут показываться в «Сесполе». Малонародный конкурс, в прошлом году он был в Национальной библиотеке, думаю, что в этом году тоже. Он будет здесь происходить. И будут задействованы какие-то дворцы, как обычно это бывало. Сергей Александрович, ну, вообще, мне кажется, многие телевизионные кинозвезды и не знают, что есть такой город Чебоксары. О! Это точно. Знают. Знают. Во-первых, был когда-то фестиваль, который был еще до меня. Вот, который был первым, на котором бывали, по-моему, все. Там было просто невероятное количество звезд, и они были просто все. Вот те, кто были тогда, на тот момент, живые, те, кто были в состоянии, все приехали. Вот все абсолютно. И поэтому уж знать-то знают, точно. И все даже мало того, что знают, а как бы даже с теплотой отзываются всегда. Тогда, может быть, такой несколько банальный вопрос, но я думаю, что он волнует очень многих жителей республики. Какой вклад вносит Чебоксарский международный кинофестиваль, такое громкое название, да, в развитие кино, в развитие российского кино, может быть, в развитие мирового кино, если есть такая вот... Ну вот, как раз в этом году, как я уже говорил, значит, вот вся эта ситуация с людьми, которые в жюри, которые были в жюри, опять в жюри, которые были в жюри, теперь в конкурсе. Значит, ситуация с фильмом «Открытие», который сделан только исключительно благодаря фестивалям. Это вот есть та деятельность, которую вообще фестивали должны осуществлять. Вот они прежде всего существуют для этого, потому что у нас какое-то есть превратное представление о кинофестивалях. У нас считается, что фестивали — это главным образом открытие, красная дорожка, звезды делают так ручкой, потом они поют под фонограмму, две песни потом получают свои громадные тысячи, сотни тысяч рублей и уезжают. Или призы. Или призы. За вклад в киноискусство. Это такой гарнир. А мясо фестивальное — это совершенно другое. Это как раз вот фильмы. И если фестиваль как-то нормально существует, то он как раз вот сам становится каким-то субъектом развития национального кинопроцесса. Вот эта вещь как раз, вот такая финансовая проблема этого года, они как раз помогли и обнаружить вот эту самую вещь. Что Чебоксарский фестиваль стал каким-то субъектом российского кинопроцесса национального. И это очень даже замечательно. — Замечательно, что вот такое значение имеет Чебоксарский кинофестиваль. И нам остается, наверное, напомнить, в какие дни будет проходить кинофестиваль, приблизительно в каких кинотеатрах, ну и пригласить зрителей. — Да, с 18 по 23 мая, значит, открытие и закрытие филармонии, значит, показы в «Синеме-5», в «Волжском», в «Каскаде», в «Сеспире», в «Национальной библиотеке», еще в ряде других мест. В общем, вот, приходите, смотрите. — Спасибо большое, Сергей Александрович, за беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в интервью по существу был программный директор Чебоксарского международного кинофестиваля Сергей Лаврентьев. Мы говорили о том, какой вклад вносит Чебоксарский международный кинофестиваль в развитие российского кино. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова